здравия желаю уважаемые телезрители и подписчики сейчас впервые в мире я буду мерить как надо мерить по правильным замерам включена это я показывал коробочка 5 ваттная лампочка накаляется до 80 градусов вот сейчас я только включил давайте мы сделаем замер вернее даже выключим сначала выключим выключаем делаем замер самой коробочки там даже чуть-чуть ну это ерунда чуть нагрелась и так сделаем замер вы поняли как правильно мерить напряжение вот как видите 1819 выключено значит 19 8 20 даже пусть маленько стынет мы даже померяем на это на самой колбе клуба еще теплая видите сейчас мерить нельзя хорошо вы пока по мере пусть остывает поторопился включить померим вот я ведь оголил тут вот коричневый это фаза видите фаза видите я могу фазу рукой брать вот она фаза я беру вот светится светится видите фаза я могу рукой брать видите ничего почему да потому что нет разности потенциала а сейчас мы ее замерим замерим не не эту самую замерим и напряжение правильно замерим замерим значит температуру вот на этом проводе сюда у нас будет и подключаться лампочка вот это со счетчика выходит вот с того а мы должны померить температуру провода температура провода 19 7 ну в общем 19 градусов так и запишем примерно температура на входе 19 градусов так здесь остыла остыла замеряем здесь на колбе ставим на колбу там температура 19 здесь температура по 19 8 20 больше еще начнет с тыла возможно и 30 градусов сразу не может эта фигня ведь им померить вот это плохо время тратится впустую есть электронная которая значит мерят по это самое сразу воздух замеряет быстро но и дорогие поэтому приходится брать все подешевки как видите 24 градуса и один это может и не остыла да нет остыла 24 2 надо ведь и чтобы это быстро все делать чешки взять значит измеритель измеритель электронный сразу замеряет это должна вот эта вот залезка нагреться тогда она показывает ну все уже назад пошла в общем 24 там 19 тут 24 так и записывать значит на входе на входе на проводе 19 плюс 19 плюс на колбе лампы 24 а теперь мы включим включим включили и поставим вовнутрь вовнутрь мерить температуру видно сейчас можете прокрутить это минут десять пусть видео записывать что потом не говорили что это я может смонтировал как обычно они начинают писать тут уже даже если они возьмут на экспертизу вот этот ролик то они увидят что ничего не смонтировать не смонтирована а если я остановлю они скажут смонтировал то есть паузу сделал они уже смонтировал это мухлёж короче поэтому для видите как определять чистоту вот когда вам покажут на ютюбе ролики как определить определите ролик смонтирован или нет если не смонтирован то это наверняка все правда если смонтирован то проверять надо ну в общем это самое кому не терпится можете прокрутить то есть минут десять это еще ну там увидите когда кончится я потом скажу и 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 Продолжение следует... 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 энергия как вы понимаете это тепло потому что при нагревании происходит движение а при движении происходит нагрев и наоборот при нагреве движения при движении нагрев то есть движение это есть энергия движение порождает нагрев происходит значит расширение тела не иначе становятся менее плотными все тела в том числе и металлы стекло любые тела то есть вес вес не теряется я от раньше говорил что я за не понимал тоже первый опыт я помню теряется вес вес не теряется а теряется плотность а раз плотность теряется то значит сил для того чтобы перемещать это тело надо значительно меньше чем она значит сильнее нагрелась тем значительно меньше сил для его перемещения так как она становится почти невесомым и поэтому применяя значит поэтому мы получаем на выходе когда хорошо прогреется мы на выходе получаем больше ввиду того что нам надо меньше энергии чтобы это разогреть понимаете она разогрета уже и движение при разогревании же тоже там идет движение это отсюда идет энергия движение значит этих частиц воздушные газы воздух там я в это не буду углубляться ребята это пускай займутся значит химики что какие там точно происходит я знаю что происходит значит вот этих со стороны простой это просто атмосфера некоторые говорят это эфир ну как можете говорить эфир это без разницы но по моему мнению это атмосферно сама сама атмосфера то есть газы влага выпаривание влаги происходит само собой ведь даже в значит воздух состоит у нас только 20 процентов кислорода в воздухе там значит азот разделение на кислород и азот там еще есть и водород на кислород и азот азот он у нас холодно это вы знаете плотный а кислород он более горячий в результате этого получается у нас гроза но с электричества тоже самое происходит и генератора тока и других устройствах но сейчас разговор не об этом сейчас мы спустимся на землю не будем заходить далеко в эти самые научные значит споры а просто замерим как и надо мерить они как нам диктуют рептилоиды и я тоже впервые применяю такой замер и когда мы вот сейчас я начал эти замеры когда мы все это все перемерем сейчас вот если все получится нормально посмотрим мы увидим совсем другие результаты значит что получается в итоге проведя эти опыты что я пришел к выводу оказывается надо было просто все как следует пересчитать то есть никаких изобретений делать не надо надо просто правильно посчитать и тогда уже все понятно будет что делать сейчас на столбке термометра вы видите значит температуру 72 и 8 мы получаем уже а было у нас 24 на колбе сама если саму колбу мерить даже меньше будет но мы не будем мерить саму колбу почему а мы будем мерить именно вот это пространство внутри банки саму банку пространство воздуха потому что там и отражатели то есть это еще это мы докажем то что колба будет холоднее чем вот этот пространство падает а этого не надо бы делать вот закрепил условия стесненные как видите нужны хорошая лаборатория не комната в квартире данный момент на 73 9 видите чешки надо будет заказать значит термометр значит современный который меряет сразу без соприкосновения по это самому мерен температуру воздуха возле этой точки без всякого соприкосновения тогда уже будем а так видите пока измерения старым методом измерения конечно тысячу раз быстрее мы бы сейчас померили раз раз но они абсолютно не точные и не отражают реалии если мы будем мерить по ним то будем дураках то есть нас будет обманывать тратить нас три шкуры по счетчику держать в рабах для этого значит мы применяем разработанное мной измерения как говорится ноу-хау кто-то вас примет в стыке но меня это уже нисколько не не волнует и не колышет потому что я уже не первый раз и понимаю что иду в верном направлении если вы хотите оставаться там где мы сейчас оставайтесь но не забывайте что если мы не будем идти вперед мы будем идти назад потому что все движется если человечество не развивается она не стоит она на месте не будет стоять стабильности не бывает она пойдет назад потому что жизнь вы это знаете сами это прежде всего движения нет движения нет энергии нет тепла нет жизни вот чем дело если нет насть прогресса это смерть как вот показывает значит у врачей значит приборы показывают стрелка прямую линию все на данный момент вы видите температура значит 75 и 60 градусов по цельсию как только остановится значит стрелка и не будет подниматься дальше значит мы прекратим измерения замерим вот этот то что я замерял провод на входе специально его галил как видите сама фаза как я показал сегодня без разности потенциала не имеет никакой силы это просто нагретый провод слегка подогретый как только мы подключаем нагрузку то есть разных потенциалов второй провод берем пошла нагрузка сила пошла он начинает нагреваться и сейчас мы проверим до какой степени нагрелась у нас значит внутри баночки и нагрелся у нас провод сейчас еще раз покажу вот я заголел видите заголенный специально провод на выходе то есть на этом проводе этот провод выходит из этого счетчика вот он черный как видите черного цвета вот он выход видите ну вот это вход фаза это ноль вход у меня тут наоборот по цвету потому что там так розетка сделано это вот фаза это я могу показать сейчас что это фаза чтобы не говорили что я на щечке провода поменял вот сейчас увидите видите светится светится а тут ноль ничего нету это же не понятно что что это ноль а не какой то там это самое как они говорили не какие то там значит электроны отрицательно никаких электронов нету вы видите что там ноль вот смотрите я рукой берусь вот оголенные провода вот потому что тут ноль а ноль не бьет видите вот какой там ток что в сказке то рассказывать итак в данный момент прогрев банки составляет 76 и 9 десятых подождем еще или уже конец вот она выключилась еще прошло 10 минут включаем еще раз 77 я думаю до 80 дотянет а вы понимаете что лампочка это всего 5 ватт это вы видели я сейчас еще покажу а уже 77 градусов то есть внутри банки вот это 77 градусов естественно что она уже горячая на ощупь и естественно что она подогревает воздух по моему и остановилась по моему так и дальше не пройдет ну так и нет еще идет еще идет ну в общем может их дойдет и до 80 я как говорится и так понятно что 77 и 3 77 и 3 пусть будет так давайте запишем значит 77 и 3 десятых после даже 77 и 8 ну в общем 78 наверное еще подождем подожди ну вот 78 так вообще до 80 но напишем 78 для ровного дальше не будем значит 78 а далее мы значит вытаскиваем ждем пока это остынет естественно горячее то есть вы понимаете что в результате подачи электрического тока вот на этой штуке произошел нагрев она горячая сейчас сейчас ее надо остудить остужаем его рукой потому что температура руки вы знаете 36,6 обычно у кого-то чуть больше у кого-то чуть меньше при болезнях поэтому тепло 76 легко передается на 36 и мы быстро это охлаждаем а лучше я даже сейчас досуну его в холодную воду и итак я остудил значит холодной водой а теперь делаем замеры вот он провод оголенный так видите торчит еще еще сбрасывает все подождем эти термометры все сбрасывает подождем немного подождем немного ну в принципе что мы будем ждать посмотрим сколько здесь подсоединили температура провода подождем было 19 а сейчас все 22 22 вот 21 21 22 22 24 25 25 29 25 25 19,8 7 6 7,6 Ну и все, 19,6 То есть нагрелось на 6 десятых Градуса Значит так и запишем Итак у нас Что получается Здесь 78, здесь плюс 19,6 То есть здесь у нас значит 6 десятых 0,6 Градуса Нагрев Это мы Расстратили сети На 0,6 градуса А сколько же мы получили Вот здесь На этой банке 78 у нас накалилось А было 24 78 Минус 24 54 Видите 54 То есть выход 54 54 у нас А затрат на 0,6 Разделим На 0,6 На 0,6 90 Помножим На 0,6 90 Помножим на 100 Еще раз Еще раз Поделим На 0,6 Все правильно И помножим на 100 9000% У нас КПД То есть КПД 9000% То есть мы затратили То есть мы затратили Если в разы Мы значит Затратили 54 Ну на 90 Ну на 90 будет Да В 90 раз меньше Затратили Чем получили на выходе То есть на выходе Мы получаем В 90 раз больше Итого у нас КПД 9000% Как видите Вот так и нужно Замерять Ребята Только надо Чтобы вот это Не было длинно Как получилось Почти на 40 минут Ролик Надо приобрести Электронный Быстро там Раз Навел Включил И он сразу Показал температуру Вот это приобрету И тогда можно Продолжать опыт Сейчас это Пробный Благодарю за внимание Желаю вам Всем успехов В труде и обороне И самое главное Железного здоровья